Всем привет! Здравствуйте! С вами Школка в Обществознании Мария Васильевна. В этом видео я расскажу, как правильно и эффективно организовать свою подготовку к экзамену по Обществознанию за оставшееся время. Итак, подготовка к ЕГЭ по Обществознанию стоит как земля в древности на трех китах. Это отличное знание теории, это знание критерия выполнения заданий второй части, и это опыт, практика, нарешивание полных вариантов. Что с теорией? Основная проблема в том, что тем очень много. Каждая сама по себе отдельная тема — это не квантовая физика, это вполне доступные для понимания вещи. Мы с вами живем в обществе, и Обществознание как раз-таки о тех процессах экономических, политических, социальных, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Но тем больше 90, и важно каждую из них изучить и удержать в памяти, в сознании до экзамена. Как не запутаться? Скачайте, пожалуйста, демо-версию ЕГЭ по Обществознанию сайта FIPI и скачайте там другой документ, который называется кодификатор. В кодификаторе указаны все темы, которые вы должны изучить, а в демо-версии есть критерии оценивания заданий второй части. Темы в кодификаторе разбиты на 5 тематических блоков. Человек и общество — это задания по философии, темы по философии. Экономика, политика, социальные отношения и право, юриспруденция. В каждом блоке от 12 до 20 тем, и каждую из них вы должны изучить. Почему это важно? Почему невозможно остановиться на нескольких блоках, в которых вы уверены? Посмотрим теперь демо-версию и как в ней распределены задания по каждому блоку. Мы совершенно точно с вами увидим, что задания 4, 5, 6 — это задания по первому блоку «Человек и общество». Задания 7, 8, 9 — это всегда экономика. Десятое задание — всегда график на неценовые факторы спроса и предложения. Очевидно, что мы должны быть готовы к этому заданию, оно точно будет, и научиться эти графики решать. Одиннадцатое задание — это социология, социальные отношения. Тестовое задание по социологии одно, но это не значит, что этот блок можно пропускать, потому что задания по социологии совершенно точно будут во второй части. Двенадцатое задание — это график или диаграмма. Единственное задание в ЕГЭ по обществознанию, для которого ничего специального знать не нужно, нужно просто внимательно изучить картинку и выбрать ответы, которые к ней относятся. Но и здесь некоторые умудряются допускать ошибки, то есть тоже надо попытаться научиться быстро, эффективно эти графики решать. Тринадцатое задание — это политика, тема может быть любая по политике здесь. Четырнадцатое задание — это тоже политика, это либо функции органов государственной власти в Российской Федерации, то есть чем занимается Госдума, Совет Федерации, Правительство, Президент и суды высшей инстанции, Верховный суд и Конституционный. Это первый вариант 14-го задания. Либо второй вариант 14-го задания — это предметы ведения, что делает исключительно Российская Федерация и что Российская Федерация делает вместе, совместно с субъектами Российской Федерации, то есть с областями, краями, республиками в составе РФ. А в 14-м задании только эти два варианта — либо функции госорганов, либо предметы ведения РФ и совместного ведения РФ с субъектами. То есть для этого задания совершенно точно нужно изучать конституцию. В конституции перечислены функции госорганов. Обращаю ваше внимание, что в этом году уже будут полномочия органов госвласти по новой измененной конституции. То есть скачивайте, изучайте конституцию уже с поправками. Если попадается задание по предметам ведения, то здесь нам нужны именно 71 и 72 статьи конституции. Все здесь. Вообще 14 задание самое невыполняемое ребятами в тестах из года в год. И это для меня странно, потому что если в других заданиях мы не уверены, какая тема по блоку попадется, то здесь мы точно знаем в 14 задании всего два варианта. И это нужно просто выучить и получить свои баллы за это задание. 15 задание это основа политика. 16 задание всегда на основе конституционного строя. Опять же нужно изучить конституцию. Первая глава основы конституционного строя. Все, что в ней есть, есть в 16 задании. 17 задание это право. 18 и 19 тоже право. 20 задание может быть любым, по любому блоку. Там нужно вставлять пропущенные слова в тексте. Первое, второе, третье задание тоже может быть любой блок. Итак, мы с вами четко видим по демоверсии, что нам нужны все блоки. Невозможно изучить только какой-то один. Теперь, как их изучать? Не нужно скакать с темы на тему. Сегодня я беру одну тему из человека и общества, завтра одну тему из права, третий день одна тема по социологии. Так не пойдет. Берите блок. Если вы пока совсем не уверены в своих силах, у вас нет блока, в котором вы уверены, то в каком порядке изучать блока значения не имеет. Начинайте по порядку. Ну и ориентируйтесь на кодификатор, на темы, которые указаны для данного блока в кодификаторе, чтобы не запутаться и ничего не упустить. Дальше важный момент. Смотрим, как распределены баллы. За тесты, 20 тестовых заданий мы можем с вами получить 34 первичных балла. За вторую часть, где нужно писать развернутые ответы, можно получить 30 первичных баллов. Всего 64 первичных балла за общество знания. И они переводятся во вторичные баллы по 100-бальной шкале. Можете эту шкалу загуглить. Ну и изучив демоверсию, мы видим, что большую часть баллов, 34 балла из 64, мы получаем именно за тестовую часть. 34 в первичке это 56 из 100. То есть вы уже за тесты, за 20 тестовых заданий получаете большую часть баллов. Соответственно, тесты нужно делать идеально. Нужно этому уделять время и нарешивать. ФИПИ говорит, что на тесты мы должны потратить в районе 20-30 минут. И я абсолютно согласна с нашими уважаемыми авторами-составителями, Скоттовой и Слесковой. Действительно, если вы за 30 минут хорошо, качественно делаете тест, у вас остается достаточное время, еще 3,5 часа на то, чтобы делать вторую часть, все проверять, оформлять и уже сдавать хорошую работу. Но как решать? Самый эффективный путь, на мой взгляд, это пройти тему из конкретного блока и затем нарешать тесты именно по этой теме. Но тут, правда, возникает проблема, потому что у ФИПИ нет именно тематических подборок. Тематические подборки есть у Кишинковой, сборники в продаже у Баранова. В Баранова вообще не берем тесты, они максимально далеки от того, что на ЕГЭ. Хотя Баранов в таблицах и схемах вполне подходит для быстрой подготовки, для повторения. Поэтому как можно делать, если тематических подборок у вас нет по каждой теме? Вы можете изучить именно блог и потом открывать сборники ФИПИ, актуальные сборники, начиная с 2017 года. 17, 18, 19, 20, 21, сборники 30 вариантов и 10 вариантов. Это все вам подходит, соответственно, вы изучаете блог, открываете сборник. И вот первый блог, 4, 5, 6 задания. Решаем в каждом варианте по первому блоку. Потом изучили блок экономика. Соответственно, наше задание теперь в каждом варианте это 7, 8, 9, 10. Ну и так далее. Прошли социологию, все 11 задания и сборников порешали. Не надо просто брать полный вариант и стараться его решить, если вы не знаете теорию. Вы просто убьете время и никакой эффективной подготовки не получится. То есть еще раз изучили блок, порешали тесты именно по блоку. Дальше варианты. Если вам нужно просто перейти порог, 42 балла из 100 нужно, чтобы перейти порог. Это 22 балла в первичке. Тогда можете остановиться на тестах. Но тут мы еще должны заметить, что, конечно, 56 баллов, если идеально сделанная тестовая часть, это не те баллы, которые нужны для поступления в хорошие вузы. По моему опыту состязательные и хорошие баллы для вузы начинаются от 85. То есть вам точно нужно делать вторую часть. Что по второй части? 9 заданий у нас там. У каждого задания строгие критерии выполнения и оценивания. При этом мы не знаем, какой блок попадется в задании. Но мы знаем четко критерии. Откуда знаем из демоверсии. Скачиваем, изучаем, что в 25, 26, 27, 28, 29 задании от нас требуется. Как будут начисляться баллы. Далее, опять же, вы берете сборники, FIPI. Я рекомендую именно их решать. И делаете именно те задания второй части по блокам, которые вы сейчас изучили. Какие задания здесь самые простые? На мой взгляд, это задание по тексту, именно 21 задание. Там ничего не нужно знать, писать из головы. Нужно просто выписать верный ответ из текста. То есть если вы умеете читать, то вы с 21 заданием всегда справитесь. Вы пишите ответы на вопросы, которые там заданы по тексту. И получите 2 первичных балла. Во вторичке это 4. 22 задание тоже что-то выписываем из текста и даем какое-то определение. То есть в 22 один балл тоже получить максимально легко. Опять же, просто выписав из текста. Дальше по сложности. Как идут задания второй части. Мне кажется, что если вы хорошо знаете теорию, то кроме 21 и части 22 достаточно легко выполнить задание 27. Там дается задача, блок и тема любая. Но сложной, специальной формы выполнения задания нет. И надо просто четко ответить на заданный вопрос по задаче. Если вы хорошо знаете теорию, то задание тоже достаточно простое. 3 первичных балла, 6 во вторичке получают довольно легко, ребята. 28 задание. Составление плана. Любая тема у плана критерии. На этом YouTube канале выложено мое видео свеженькое о том, как составлять план, выполнять 28 задание. Обязательно его посмотрите. В соответствии с критериями ФИПИ в вашем плане должно быть не менее 3 пунктов, или иначе признаки научного познания. Это акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, производственные кооперативы, хозяйственные товарищества. И пишите планы. Многие говорят, что это задание сложное, что к нему как-то нельзя подготовиться. На мой взгляд, наоборот, по каждой теме вы должны составлять план в соответствии с критериями ФИПИ. Не менее 3 пунктов, 2 или больше с детализацией. Вот прошли тему, составляйте себе план в тетрадь. Таким образом, вы самое главное, каркас темы, функции, признаки, виды зафиксируете. У вас это лучше отложится в голове, и у вас будет тетрадь с планами, по которой вы темы легко будете повторять. Ну и к 28 заданию подготовитесь. Это 4 первичных балла, это много. Дальше, 29 задание, эссе, оно же мини-сочинение. Опять же, многие говорят, я не буду это делать, у меня не ручки, а лапки, все очень сложно, не понимаю, не буду. Если вам нужны высокие баллы, то в 29 задании, на самом деле, не так сложно хотя бы часть баллов получить. Потому что даже если вы просто раскроете верно смысл высказывания, то уже вы баллы наберете. Хотя бы 1 балл за раскрытие смысла, за то, что вы объясните, в чем мысль автора. Дальше что-то напишите существенное, относящееся к этой теме в теории, еще балл или 2 получите. Примеры. Примеры можно приводить из жизни, из литературы, из истории, из социальной сферы. Хотя бы 1 подходящий пример, это еще балл. Я запишу отдельное видео про эссе. Также у меня в инстаграме был суперподробный пост о том, как писать эссе. И можете посмотреть. И это задание, ну, не бойтесь его, старайтесь делать. Старайтесь писать эти мини-сочинения. Самые сложные, на мой взгляд, задания второй части, это 23 и 24. Они как бы идут по тексту, но на самом деле связаны с текстом лишь темой. Вопросы там задаются сложные. И как бы думать, что вам попадется на экзамене текст во второй части, который вы уже делали, это наивно. Тексты, вот 99,9% будут уникальны. Но вам нужно понимать, что в 23 обычно спрашивают примеры, как в 26, а в 24 обычно просят написать какие-то идеи, аргументы на теоретическом уровне. Еще раз повторю, задания сложные, но там по 3 первичных балла, баллы не сцеплены. И если вы хотя бы какой-то пример или аргумент, хотя бы один верный напишите, вы уже все равно по баллу хотя бы заработаете. То есть тоже пытаетесь их делать. Дальше. Когда вы прошли хотя бы 3 тематических блока, не меньше, пробуйте решать полные варианты, чтобы оценить свой уровень и почувствовать, как вообще ощущается, переживается вами написание полного варианта. То есть как у вас будет распределено время, насколько вам это трудно, вот сесть, сосредоточиться и написать. 3,55 дается на экзамен. И я сама писала, вот ЕГЭ на экспертный сертификат в Московском центре качества образования. И могу сказать, что даже если вы все хорошо знаете, времени не так много, потому что вам нужно все аккуратненько написать, проверить, оформить на чистовик. Поэтому очень важен навык именно вырешивания полного варианта. Итак, какие общие методические выводы, которые позволят вам сейчас эффективно готовиться? Изучаем темы по блокам. Прошли несколько тем из блока или целый блок в теории, решаем тесты именно из сборника ФИПИ по этим темам и пытаемся делать задания второй части. Смотрите ответы в конце, смотрите критерии и вот вникайте в них и старайтесь оформлять четко по критериям. Довольно много случаев, когда ребята хорошо знают теорию, но так и не научились оформлять именно в формате ИГЭ. Еще один суперважный момент, без которого высокие баллы не наберете, это знание определений. Значит, я посчитала, что если вы не учите определения, то вы потеряете не менее 10 баллов из 100. Это минимум, а может быть и больше. Потому что смотрите, где нам нужно определение. Определение нужно в 25-м задании. Если вы там не напишите определение, то ваши предложения по критериям также не засчитают и вы потеряете 4 первичных балла, это 8 во вторичке. Также минимум одно важное определение должно у вас быть в мини-сочинении в эссе в 29-м задании. То есть в эссе минимум 1 балл тоже зависит от определения. Это уже 5 первичных баллов. Также знание определений очень полезно для решения тестов. Многие тестовые фразы именно исходят из определений. Зная определения, проще решать тесты. К сожалению, ФИПИ не дает нам единого списка определений. И вот просто по своему опыту могу сказать, что определения, которые могут встретиться во второй части, порядка 300, ну может чуть меньше. Соответственно, мы берем их из сборников, из учебников федерального перечня. Это прежде всего Боголюбов, также это Котова и Лескова. Баранов, многими любимый сборник не входит в федеральный перечень, то есть с ним нельзя идти на апелляцию, но в основном там определения тоже вполне нормальные, их можно учить. Вот, то есть определения нужно знать. Ну, я, например, в марафоне по каждому блоку определения даю и всегда говорю, какие с большей или меньшей вероятностью могут встретиться во второй части. Также последние годы определения добавляют в 22-е задание, то есть там что-то по тексту, как я уже сказала, и что-то из определений. Вот, соответственно, ну еще балл там за определения можно либо получить, если напишите, либо потерять, если определения не учите. Проверяйте постоянно, насколько вы хорошо помните прошлые темы. То есть, вот, например, вы понимаете, что сейчас у вас вообще плохая ситуация, вы никакие темы не знаете. Не плачем, не рыдаем, открываем кодификатор, открываем учебник Боголюбова, открываем того же самого Баранова или открываем там мои вебчики и конспекты и четко по ним идем. Да, смотрим, сколько в кодификаторе тем по каждому блоку и ставим себе цель. Например, в январе я прохожу человек и общество, в феврале я прохожу экономику и социальные отношения, в марте прохожу политику, в апреле прохожу право, в мае оставляю время на то, чтобы все повторять, нарешивать полные варианты. Очень важно оставить какое-то время на итоговое нарешивание, когда вы как бы уже всю основную теорию изучили и просто решаете полные варианты и тесты, и вторую часть. Тестов, повторяю, решаем много, потому что они дают большую часть баллов нам за экзамен, но если нам нужны высокие баллы, то вторую часть тоже делаем строго по критериям из демоверсии. Вот таким образом старайтесь распределять свое время и готовьтесь, не теряйте времени, присоединяйтесь к нам, если хотите заниматься вместе со мной. И до встречи, удачи вам в подготовке. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова